Вечер добрый, дорогие мои друзья! У микрофона Хюнт, вы на канале Покепика Проджект. Мы с вами продолжаем всенародно любимую рубрику «Вечерний Мегамейкер». Как обычно, сыграем в три уровня. Ну и, собственно, не будем терять времени и давайте начинать! Те, кто смотрел предыдущий выпуск вечернего Мегамейкера, помнят, что мы играли вот в такой вот уровень под названием «Великая пирамида», автором которого является все-таки не скрэмер, а скример, несмотря на написание. Мне уровень понравился и было очень приятно, что действительно подписчик нам вот такую вот вещь сообразил, поэтому я решил этот вот выпуск полностью посвятить уровнем скримера. У него их там, кстати, довольно много. Мы сейчас выберем с вами троечку и их пробежим. У него на самом деле уровней очень много. «Дрил Underground», «Грейт Пирамид», «Кристал Кейв» — чего только нету. «Флэшмен против Таймена» — чего только нет, а! Ну давайте выберем какие-нибудь три. Ну давайте возьмем что-нибудь с простыми и понятными названиями, например, «Чардж Трейн». «Заряжающийся поезд». Поглядим, что это за поезд такой. Так, смотрите-ка, нам дают выбор, за кого проходить. «Мегамен», «Протомен» и «Бас». Ну давайте возьмем Баса. За него мы еще в вечернем Мегамейкере не играли. Тут же и танк, и варианты дальнейшего продолжения нашего путешествия. Я пошел направо, но вот не знаю, куда надо было. Так, а что вообще Бас-то умеет? А, у него зарядки нет. И слайдинг своеобразный. И двойной прыжок имеется. То есть можно вообще вот так вот свободно проходить сложные места. Это вообще для меня идеальный персонаж. Все как я люблю, без лишних каких-то там зарядов, прочего. Раз и все. Зато двойной прыжок есть. Мобильность фантастическая. Я не знаю наверняка под кого заточен этот уровень, но буду надеяться, что игра за Баса это нормально. Поворот направо нам ничего не дал, кроме вот этой дополнительной баночки. А налево и вовсе нельзя. Ну давайте прыгнем вот сюда. Так, я понял. Проскочить. Так, пополнялка здоровья. То, что доктор прописал. Главное знать, какой доктор прописал. Тут явно прописал не доктор Вайли, а его добрый коллега доктор Лайт. Так, паровозы. Что-то я немножко не вкатился еще. Так, нам бы неплохо пополняшку бы выбить. А то я что-то все... Наше здоровье растерял. Ничего себе! Да это вообще не честно. Сперва стоило головы, наверное, разбомбить. Чекпоинт. Кстати, оружия у нас никакого нет. Так, и... Хотел уже сказать, чтобы до босса добрались. Но это было бы ложью. Никуда мы с вами не добрались. Тихо, тихо, тихо. Вот этого нам не надо. К слову, вот этот вот... Чарджет Трейн, как назывался уровень, это название босса. Всего лишь. Не более того. А я-то уж начал. Заряжающийся поезд какой-то. Наверное, все-таки несущийся поезд. Или нет? Поправьте знатоки английского языка. Что имеется в виду под словом Чарджет, Чарджет. Вот в этом вот выражении. Приятно мне за босса играть. Моего такого типажа. Персонаж. Так, вот эти вот добренькие, пока их нет. Вот так вот сделаем, да и все. Так, Джо. Вот, видите, как их легко убивать. Не нужно выцеливать, просто серии стреляешь. Рано или поздно попадешь. Кстати, смотрите, а здесь мы можем пройти поверху. Только это нас никуда не приведет, я так понимаю, да? Тогда не знаю, для чего это сделано. Видимо, чтобы нам напакостить. Так, ждем. Пробиваем серию. Снова ждем, снова пробиваем. И третий раз. Идеально. Только вот как вот эту вот гадость убивать? А ее вообще можно убить, нет? Можно. Только вот мы остались с двумя пунктами здоровья. Ну, здесь чекпоинт, так что ничего страшного. Да, и на этом, собственно, нас грохнули. Так, вкачиваюсь немножко. А, вкатываюсь, наверное, правильно сказать. Вкатываюсь я в игру, вспоминаю, что как здесь. И как-то мне становится уютнее и комфортнее намного. Да что ж такое. Ты убиваться будешь, нет? Сперва голову взорвем. А, больше ничего и не нужно. Вообще, хорошие очень уровни делает вот этот вот товарищ. Прям вот реально они смотрятся как настоящие. Ох, ты чуть на конвейере не уехал. Так, давайте за банкой сходим все-таки. Ух ты, здесь восстановлялка вечная. А вот этот конвейер нас мог подставить. Просто сбросить вниз и не дать возможности. Никакой. Ух ты. Я такого врага никогда не видел. Я не знаю, зачем я его убиваю. Это однозначно не нужно делать, но... Уж очень неинтересно, что это за тотем такой. Ого! Все, справились. Длинный уровень, но чекпоинты очень щедро так расставлены. Очень много мест, куда может Бас допрыгнуть, но там ему идти некуда. Так. Вечные пополнялки. А, вот, кстати, секрет для Баса, который тут... Такое количество этих самых энергетических банок. Смотрите, ребят, мы нашли с вами обходной путь к этому паровозику. Можно его тактику изучить. Так, я понял. Он бегает, а потом стреляет вверх огоньком. В целом, безобидный босс. Главное его просто-напросто перепрыгивать. Я-то думал, правда. А он пропускает огромное количество урона в себя. Особенно так вот подальше его отпускаешь от себя. И прям расстреливаешь. Ай. Ай, ошибка. Ну, он простой. Откровенно простой. Прям вот так вот и все. У меня, правда, нет никакого дополнительного оружия, но оно здесь реально вот не нужно. Этого вот крохотного наносимого урона обычно даже и достаточно. Вот и все. Потихонечку его выносим. Можно, конечно, банкой воспользоваться, но особого я в этом смысла не вижу. У него там осталось-то уже всего ничего здоровья. Ой. Ой-ой-ой. Вы знаете, а может стоит? Кто кого? Буквально по одному удару у нас у обоих. И он меня все-таки убивает. Я из своей жадности не стал использовать баночку. Хотя мог сейчас, в принципе, все разрешить уже одним ударом. Ладно, ничего страшного. Давайте. Теперь-то мы уже знаем, как этого. Тут же еще пополнялка здоровья лежит. То есть вообще щедро прям все. К сожалению, я ее уже схватил. Легкий босс. Зря я, конечно. Вот прямо так вот на нем спотыкаюсь. Есть куда более сложные противники. Да что б тебя, а? Он бесхитростный. Его просто пинаешь. И все. Скучновато даже битва получается. Ну уж извините мне это. Не могу я никак быстрее ему урон наносить. Не, ну может и могу какими-то реактивными методами. Но я уж и так стараюсь. Так, тихо. Давайте все-таки используем одну из шести банок, которые мы с вами накопили. Так, тихо, тихо, тихо. Нет, я хочу просто выйти из меню. Ну уж очень мало урона босс наносит. Такое ощущение, как будто первое попадание наносит, а остальные нет. И, видимо, так оно и есть. Обратите внимание, когда я бью серий, урон так эффективно не проходит. А когда по одной раз и одна палочка снялась. В любом случае, на самом деле, очень крутой уровень. Прям безвопросно ставлю лайк и переходим к следующему. Тут есть еще один уровень с паровозиком. Называется Drill Underground. И мне вот почему-то хочется его посмотреть. Сегодня у нас такой будет День Российских Железных Дорог. Так что стартуем. Уровень довольно долго так скачивался. Видимо, тяжелый такой. Мощный. Снова нам на выбор, наверное, дадут персонажей. Но в этот раз пойдем по старинке и сыграем за Мегамена. А причина этому довольно проста. У нас есть оружие Кик. Пинок. Одно из моих самых любимых видов вооружения. Очень нестандартное. Ого! Эй-эй-эй, наглец! Так, зарядка у нас есть. Что-то я уже жалею, что взял Мегамена. Это что такое? Сколько всего понадобавляли в Мегамена, а? В Мегамейкера. Я таких вот штук абсолютно не помню, когда я начинал в Мегамейкера играть. Забываю про зарядку. Все, нормально, адаптировался. А-а-а! Смотрите, я мог сюда допустить вот эту штуку. Вот эту вот, которая слева ломала полы. Вот эту вот. И она бы меня пропустила к танку. Чуть-чуть не хватило. А-а-а! Как обидно, а! Зато мы теперь можем пройти снизу. Нет, не можем. Блин, как же хочется вот эту пополнялку взять. Давайте рискнем все-таки. Таков ли здесь риск на самом деле? Потому что я могу сделать, например, вот так. Хотя нет, надеялся, что пополнялка здоровья выскочит. Ну давайте рискнем разок. Давай, давай, давай! Нет! Опять не получилось! Последняя попытка, ребят. Если не получится, то все. А, можно же вот так вот делать. Или из них ничего не выпадает. Нет, с нее ничего не выпадает. Ладно. Со здоровьем беда у нас. Давай, 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 давай! Пополняшка! Пополняшка! Есть! Оно того стоило, ребят. Может, конечно, и не стоило, но... Было креативно. Нет! Нет! Давайте без этого, а! Так, первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Первая, вторая, третья, четвертая, и нафиг пятую. Раз, два, эм, не понял. Раз, два, три, все, ладно. Здесь они хоть не изощренные какие-то. Бомбы пошли. Здесь нужно просто, знаете, вот не останавливаясь двигаться. А... И как? А, она же не наносит урона, я об этом забыл. Так, отлично, успешно проскочили здесь. Чуть жизнь поправили. Правда, все тут же растеряли. Но это ничего, у нас так всегда. Угу, паровозы пошли. Такой мир. Шахтерский. С отголосками какого-то дикого запада. Ух, чуть не упал. Так, прыгун пошел. Но он безобидный. Потому что мегамэн может пробивать сквозь препятствия. А вот это мне уже не очень нравится. Так, а мы же еще слайдиться можем. Я об этом снова позабыл. Так, а здесь какое-то оружие можно использовать. Кик? Нет. Это я что-то неправильно понял. А-а-а. Подождите, куда теперь? Как наверх-то попасть? А-а-а. По ним можно ездить. Ничего себе, ребята. Чем больше играю, тем больше узнаю. Ну вы-то, ребята, как выбиваетесь? Так, тут какое-то оружие дрель, которого у меня и в помине нет. И я подставился. Ну ничего, здесь был чекпоинт. И где-то была, видимо, дрель. Хоть одну эту ерунду мы выбили, и то хорошо. Так, пойдем вслед за ней. Поверху не полезем. Эм. Так, ее далеко отпускать нельзя от себя. Есть дорога вперед и наверх. Тут тоже каким-то спецоружием надо пробивать, и у меня его нет. Чудеса чудесные, что я могу сказать? Так, наши любимые проваливающиеся платформочки. Главное поменьше думать. И побольше делать. Уполнялка здоровья, которая в данную секунду как раз вот вообще не нужна. Успеть. А где чекпоинт? Как без чекпоинта-то? Хочется, правда, вот похвалить автора уровня за то, что вот он так креативно использует самых разнообразных врагов, за то, что так грамотно расставляет чекпоинты. Возможно, некоторым его уровням не хватает в определенной степени челленджа. То есть они не очень-то и сложные. Но я бы не сказал, что это минус. А интересно, пробить... Ух ты! Класс! И так можно. Да это вообще идеальная тактика борьбы с ним. Он получает ток-так. Так, у нас тут энергетическая баночка оставалась. Давайте не будем затягивать и ее применим. Ой, кончились. Кончились, кики мои. Выжить. И все, готов. Мы дважды вынесли поезд, и если я сейчас найду у скримера еще один уровень с поездом, то мы, наверное, будем проходить именно его. Однозначно лайк и переходим к финальному уровню сегодняшней подборки. Уровня с поездом мне обнаружить не удалось, зато удалось обнаружить вот такой вот интересный уровень под названием Флэшмен против Тайммена. Ну, очень как-то вот кажется мне такое название интересным. Оно у меня ассоциируется с чем-то вроде, там, не знаю, Чужой против Хищника, такой кроссовер. Что будет здесь? Ну, пока не знаю. Давайте посмотрим вместе. Двойной урон выключен, прото-удар выключен, то есть это под протомена заточенный уровень. Потрясающе. А почему протомен синего цвета, ребят? У него только замораживалка какая-то. Это что такое? Класс. Обалдеть. Какими-то снежками кидается протомен. Соответствующий выглядит. Такой вот синий. Скорее похож на мегамена. Обалдеть. Оно вот так работает, это оружие. Ну, это будет, наверное, легкая прогулка, а не уровень тогда. Если мы можем вот так вот засыпать все снегом. Да вы посмотрите, как делать нечего. Да еще и оставлять эти снежки можем. Он даже понять ничего не успел, этот кот. Знаете, кем себя чувствую? Не огнеметчиком, а наоборот пожарником. Как будто вот эти, знаете, выбрасываешь пожаротушительные, пена такая вот. Но есть и минусы. У этого я вам скажу, за всей вот этой пеной я не вижу снарядов вражеских. И зачастую получаю необоснованный урон. Вот видите, уже половину шкалы здоровья я где-то оставил. Есть возможность спуститься вниз, но мы сюда пока не полезем. Пойдем направо. Может здесь что есть? Да, здесь есть энергетическая банка. А-а-а! То есть вот так вот делаешь, и они сами получают урон. Вообще можно не заморачиваться. Все, я понял, как работает этот вид оружия. Одно удовольствие им пользоваться. Вот. Пожалуйста. И пусть оно там и висит. Класс. Теперь уже мы, к сожалению, не узнаем, куда вела та дорога вниз. Я все-таки решил пойти направо, и я так понимаю зря. Потому что, наверное, вот эта дорога, это да, это дорога к боссу. Или нет. Чего-то я уже, ребят, вообще ни в чем не уверен. А что меня убило? Я не понял, что меня убило, но понял другую вещь. Мы теперь можем с вами вернуться обратно. Идеальная такая линия получалась. Зато мы теперь можем спуститься вниз и посмотреть, что было здесь. А была целая банка. И танк, так называемый. Так, налево. Пополнялка, которая как нельзя, кстати. Еще бы одну где-нибудь выбить, чтобы уж совсем себе здоровье восстановить. Эм. А здесь тупик. Странное решение дизайнерское. Ну ладно, автору виднее. Может быть, я просто чего-то там не увидел и куда-то эта дорога все-таки ведет налево. Но правда не увидел. Проще действительно в упор подойти и расстреливать. Так, больше урона наносится. Ну вот то, что у нас со здоровьем начались проблемы, это, конечно, плоховато. Хотя оружие довольно интересное. При любом раскладе, ну вот как так, а? Эта яма специально была сделана так, чтобы подкатом не вкатываться в новый экран. Неважно. Идем дальше. Не могу я с этим видом оружия играть аккуратно. Не получается у меня. Да и, наверное, ни у кого не получится. Уж очень это оружие, заточенное под безумный стиль игры. тем не менее, добрались. Здесь нас убили блоки в прошлый раз. Впредь будем умнее. Ни за какими пополняшками мы не полезем. Просто наверх. Вот смотрите. Можно же просто вот так вот сделать. И минус один ковбоец. Бах. И минус второй. Пусть не так быстро, но минус второй. То есть мы практически в полной безопасности находимся. Уровень приятный, но знаете, вот из такого разряда, когда не хочется никакого челленджа, а хочется просто убить время, побаловаться, поубивать вражин. Ух ты! Вот сейчас мне повезло капитально. Комната с боссом. И чего? Мы замедлились. Плохо со здоровьем есть у нас. О, у нас и танков полно. Пора использовать. Для чего здесь М? Я, честно говоря, не знаю. М это же восстановитель оружия, да? Может где на уровне и валяется дополнительное оружие? Но я его не видел. Ну тупо спамишь босса этого и все, и его убиваешь. В общем, вот такой вот симулятор пожарника у нас получился в последнем уровне. Если сравнивать с остальными уровнями, то, конечно, он немножечко послабее, но из-за того, что он очень специфически так смотрится, довольно необычный подбор персонажей, персонажа оружия, которое ему выдано, по этой причине играется тоже довольно интересно. В любом случае, спасибо тебе большое, товарищ скример. скример. Скример, скример, скример. Больше не ошибаюсь. Ну просто привык читать по английским правилам, а у тебя тут своя специфика. В общем, спасибо тебе огромное. Уровни мне очень понравились. Пили еще. Будем играть дальше. Ну а вам, дорогие мои друзья, я желаю всего самого-самого наилучшего. Увидимся уже совсем-совсем скоро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok